Музыка Пострадавших от крупного землетрясения в провинции Сычуань тестируют на COVID-19. Китайское национальное космическое управление опубликовало новое видео работы экипажа Шэньчжоу-14. На ГЭС в провинции Юньнань реализуют проекты по защите и спасению животных. Яркая полная луна стала главным символом галаконцерта в честь праздника середины осени. Пострадавших от крупного землетрясения в провинции Сычуань тестируют на COVID-19. Это необходимо для того, чтобы люди, расселенные в палатке, не стали жертвами очередной волны коронавируса. В столице провинции Сычуань совсем недавно справились со вспышкой COVID-19, а потому к профилактике заболеваемости в регионе относятся максимально ответственно. В местах временного размещения эвакуированных жителей регулярно проводят уборку и дезинфекцию помещений. Для спасателей и переселенцев организовано ПЦР-тестирование. Врачи традиционной китайской медицины также помогают предотвращать распространение COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Поддерживать порядок вызвались и студенты колледжей. А в труднодоступные поселения, которые пострадали от землетрясения, отправляют вертолеты с медицинской помощью. Дорога, ведущая к поселку Кауке, еще не расчищена. На это потребуется немало времени. Поэтому мы отправляем на вертолеты все необходимое для проведения ПЦР-тестирования. А затем таким же способом вывозим собранные биоматериалы. Разрушительное землетрясение, которое произошло 5 сентября в уезде Лудин провинции Сычуань, унесло жизни 88 местных жителей. 30 человек пропали без вести и более 400 получили ранения. Китайское национальное космическое управление опубликовало видео, на котором показан быт экипажа Шиньчжоу-14. На кадрах с орбиты тайконавты Люян и Ченьдун надевают экипировку, готовясь к выходу в безвоздушное пространство, а их товарищ по команде Цай Сюйдже открывает для них люк между модулями станции. Также можно увидеть, как участники миссии моют голову, принимают пищу, упаковывают свое снаряжение и другие нюансы жизни на орбите. Члены экипажа Шиньчжоу-14 совершили первый выход в открытый космос 1 сентября. В безвоздушное пространство Ченьдун и Люян вышли через шлюз лабораторного модуля Вэнтянь впервые в истории. Эта внекорабельная работа стала важным шагом на пути к завершению строительства китайской космической станции. На гидроэлектростанции Нуа-Жаду в провинции Юньнань ведут проекты по разведению рыбы и спасению животных. ГЭС расположена на реке Меконг, которая известна своим биоразнообразием. В ее состав входит рыбоводный комплекс. Он был создан для защиты речной экосистемы и биоразнообразия. Сейчас там разводят шесть видов рыбы, два из которых охраняются государством, а еще четыре относятся к эндемикам, то есть водятся только в этом регионе. Сначала мы выращиваем рыбу в пруду, далее переводим в другой водоем для искусственного нереста, а уже после мы отправляем оплодотворенную икру в цех инкубации. Через месяц моряков выпустят в реку. На гидроэлектростанциях вдоль реки построены еще три подобных рыбоводных центра. Благодаря их работе в водоемы уже выпустили более 9 миллионов мальков. Компания Хуанэнь, которая занимается эксплуатацией и управлением гидроэлектростанциями, также ведет деятельность по сохранению редких видов местной флоры и фауны. На ГЭС Нуожаду она создала центр защиты дикой природы. Там содержатся животные, на среду обитания которых повлияло развитие гидроэнергетики, а также рыбы, звери и птицы, столкнувшиеся с другими опасностями, в том числе с браконьерством. Заботятся там и о растениях. Сейчас в специальном саду, который также является частью экологического проекта, растут сотни редких видов. Медиа-корпорация Китая провела красочный гала-концерт в честь праздника середины осени. Главный элемент фестиваля – яркая полная луна, которая символизирует светлую тоску по родному городу и семейные встречи в традиционной китайской атмосфере. Даже сцены, на которых выступали артисты, имели округлую форму. Вдохновением для сценаристов гала-концерта стала древняя китайская поэзия. Гала-концерт праздника середины осени разделен на три главы, которые основаны на стихотворении поэта Джан Жасюя времен династии Танн «Лунная ночь на весенней реке». Артисты выразили свои чувства к луне, нежные воспоминания о своей семье и родственниках, а также эмоции по отношению к родному городу, стране и ко всей китайской нации. В этом году гала-концерт снимали в городском уезде Джан Зяган в провинции Цзянсу. Он богат своим культурным наследием и передовыми технологиями. Медиа-корпорация Китая показала красочное шоу в день праздника середины осени 10 сентября. Гала-концерт транслировали и зарубежные СМИ на интернет-платформах и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова